Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Серёгина Светлана. Сегодня разберём слово мяновичи. Мяновичи – это в переводе на русский язык, а именно, именно, то есть союз, который вводит детализацию того, о чём говорилось в первой части приложения. Конкретизация и детализация. Или, например, по польской дефиниции, по-польски она звучит так же. Спуйник – это союз, опять изучаем часть речи и часть приложения. Спуйник, который впровадзла выясняющий коментаж до попшеднего коммуникату. Давайте на примерах. Например, идёт мужик через полису, и вдруг пришла ему охота, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое, на что-нибудь вкусненькое, а именно на борщ. Что-нибудь, вот это вот предложение, сейчас я скажу, как оно звучит по-польски, со словом мяновичи должно всегда состоять из двух частей. Первая часть – это что-то общее. Вторая часть начинается с запятой, эти две части разделяются запятой, союзом мяновичи, и потом идёт объяснение того, конкретизация того, о чём говорилось в первой части. Давайте по-польски. Идзе фацет пшез лаз, нагля го допада охота на coś смачного, а мяновичи на борщ. И давайте структуру этого предложения с вами рассмотрим. Идзе фацет пшез лаз, и нагля допада го охота на coś смачного. Это coś смачного является чем-то общим. Мы не понимаем, что там в нём находится. Мы можем только догадываться. Дальше идёт запятая, дальше союз мяновичи, или а мяновичи, и объяснение, конкретизация того, о чём говорилось в первой части. То есть объясняется, что обозначало для этого конкретного мужика что-то смачного, а мяновичи на борщ. Идзе фацет пшез лаз и нагля го допада охота на coś смачного, запятая мяновичи на борщ. Другой пример. Помогу ему бардзо. Мяновичи знала зуму працца. Помогу ему бардзо. Мяновичи знала зуму працца. Помогу – это общее. Мы не знаем, чем он ему помог. Может, он ему материально помог. А может, одежду ему дал свою старую. Помогу ему бардзо, запятая, мяновичи, и объясняется. Знала зуму працца. Или, например. Любя только некоторые гатунки макарону. Некоторые гатунки – это общее выражение. Мы не знаем, какие. Запятая. А мяновичи пенны. И давайте введём польское такое слово. Швидерки. Швидерки – это спиральки эти. Ещё раз. Любя только некоторые гатунки макарону. А мяновичи пенны. Люб швидерки. Или пенны и швидерки. Или этот союз, добавим ещё больше подробностей, этот союз, как по-польски дефиниция его звучит, может попшедзать вылечение. Может попшедзать вылечение. То есть он стоит впереди, перечисление. Вылечение – это перечисление. И в этом случае, в принципе, это одно и то же. В этом случае вот этот коммуникат выясняюнцей или тот, что выясня, попшедний коммуникат, должен состоять из нескольких частей. Должно быть идти какое-то перечисление. Начнём с конца предложения. Например, идёт мужик через лес и думает, сейчас я вот что-нибудь съем, но он не думает только о борще. Он думает о нескольких вещей. Например, борщ, например, холодец, например, фуагра, например, паштет из дичи. Во-первых, по-польски это будет звучать барщ, жимненужки. Жимненужки – это одно из названий холодца, другое название – это голорета. Барщ, жимненужки, фуагра, паштет из дичи. Мы начали с конца предложений. То есть мы поставили в конец предложения перечисления или по-польски вылечения. Перед этим мы поставили мяновиче, потому что оно должно попшедзать, вылечения. Мяновиче, барщ, фуагра, паштет из дичи. Жимненужки. Перед этим мы ставим запятую. И уже перед этим, в начале предложения, мы ставим какой-то общий, обобщенный коммуникат, который мы потом объясним, после которого мы перечислим то, что он имел в виду. Давайте сейчас это предложение сначала до конца, оно у нас прозвучит. Иде фацет пшез лас, нагле допада го охота. Не, здесь немножко по-другому. Иде фацет пшез лас, и мы шли собе. Зараз пшида до хаты, и наем себе чего-то смачного, а мяновиче, не, и наем себе разных смачных вещей, потому что нам все-таки нужно там перечислить их. И наем себе разных смачных вещей, а мяновиче, паштету из дичи. Фуагра, барщу, и все это заем зимными ножками. Еще раз. Иде фацет пшез лас, и мы шли собе. Зараз пшида до хаты, и съем очень много смачных вещей, а, зробилищ мы дужу закупов, мяновиче, убране, едзене, спшэн домовый, и так далее. Или, например, а, пришла цала моя родзина, мяновиче дядкове, родзицы, родзењство, кузыни, кузынки, и так далее. Часто используют этот союз, мяновиче, в официальных сообщениях, например, в каких-то протоколах, в каких-то коммуникатах, например, в мешканју подејжанегу зналејзли крадзеный спшэнт електроничны, а мяновиче, телефоны комуркове в личбе понад 100 штук. В мешканју подејжанегу зналејзли крадзеный спшэнт електроничны, а мяновиче, телефоны комуркове в личбе 100 штук. В обычной жизни этот союз тоже используется, но не в тех ситуациях, про которые я вам в принципе сказала, потому что этот пример с мужиком, он, как вы сами, наверное, поняли, был шуточный, потому что когда мужик думает о том, что он сейчас из лесу придёт и наестся, он, конечно, не думает, не употребляет этого слова, мяновиче. Но это слово в жизни употребляется очень часто, например, в каком контексте? Например, вы говорите «Вешцо бы вам вчора в склепе и так дужо ружных, ладных жечи пшевещли». А вам нужно конкретно. И вы говорите «А мяновиче?» «Цо мяновиче пшевещли». То есть вы должны сказать что-то обобщённое, а кто-то вас должен спросить «А мяновиче?» или «А именно?» по-русски. Вот в том же самом контексте, что и в русском. Чаще всего. Итак, когда вы встретите это слово, вы уже будете знать, что это слово впровадзе выясняюнцы комэнтаж до трещи коммуникату, который попшедзал тэн комэнтаж. Боже мой, что я сказала? С вами была Серёгина Светлана. Па-па! Субтитры создавал DimaTorzok